приветствую всех зрителей и гостей нашего канала сегодня 22 февраля 22 года такая замечательная зеркальная дата у нас прекрасные деньки стоят солнечные солнышко уже по-настоящему яркое весеннее звучит капель еще у нас очень радостное событие на нашем канале 5000 зрителей подписчиков я неимоверно благодарна каждому из вас тем кто подписался кто следит за нашими продвижениями спасибо вам огромное за подписку за лайки и конечно же за комментарии комментарии вот лично для меня имеют особое значение потому что это обратная связь мы с вами общаемся делимся опытом очень много слов поддержки за что вам отдельное огромное спасибо ну а мы продолжаем наши работы в бане докупили еще одну упаковку базальтовой изоляции и на сегодня нам нужно закончить утеплять стены а также завершить монтаж каркаса полка то есть нам нужно закрепить вот эту переднюю доску брусок закрепляем его на саморезы и вот такая у нас получилась конструкция сама эта доска лежит на среднем бруске и с обеих сторон закреплена еще брусками такие с обеих сторон конструкции то есть она плотно зажата между брусками и хорошо прикручена еще ну и продолжаем заниматься утеплением стен очень много подрезок особенно по верху под потолком осталось у нас вот два целых листа и обрезки на сегодня мы конечно закончим этот этап и следующим будет уже фольга а за фольгой вагонка ну вот и все на сегодня мы завершили то что планировали каждое пространство каждую щелочку заполнили утеплителем смонтировали каркас для полка все вроде у нас получается аккуратно по уму надежно мне лично нравится как у нас получается я довольна делаем все сами потихоньку поэтапно зато знаем недостатки и достоинства а это очень важно но на этом наши работы в бане закончились так как когда мы приехали домой у меня была температура 38 но я чувствовала что меня знобит но как-то особо не придала значения ну и после меня заболел и муж и сын и в общем-то на дачу мы не поедем ближайшие две недели точно потому что у всех температура у всех обложено горло не в общем-то будем лечиться немного красоты вам видео цветочки тоже чувствуют весну распускается у меня на лоджии каланхоя несколько лет его выращиваю она вытягивается такое не очень красивая становится я обрезаю ветки втыкаю их землю и на следующий год она у меня опять цветет и 21 февраля я открыла пассивную сегодня буду сеять лук exhibition взяла вот такую подложку 15 сантиметров шириной и длиной где-то 70 80 сантиметров расстелила на ней полоски туалетной бумаги спрыскиваю водой это все смачиваю и буду раскладывать семена вот такой у меня лук репчатый exhibition семена обработаны фунгицидом вот такое количество в пакетике было семян вполне даже неплохо семена обработанные и я аккуратно их раскладываю отступая от края бумаги один сантиметр вот таким образом я разложила все семена примерно на расстоянии один сантиметр но где-то больше где-то меньше особо не старалась и сейчас еще раз смочу их водой и буду засыпать грунтом грунт у меня покупной универсальный для рассады и в него я добавила вермикулит и перлит для разрыхления вот таким образом насыпала где-то слой один сантиметр и также обильно смачиваю землю водой вода у меня обычная без каких-либо добавок но можно добавить фитоспорин я не добавляла ничего это ни в коем случае не мастер-класс я просто снимаю то что я делаю я решила в этом году снимать все свои посевы посадки заодно может быть и видео почаще буду выпускать дело это конечно грязная земля у меня со всех сторон рассыпалась но ничего все это уберем вымоем подоконник я работаю на подоконнике смочила водой хорошо и сейчас буду скручивать аккуратно не нажимая просто легонько скручиваю чтобы земля оставалась рыхлой не утрамбовывалась внутри вот таким образом получается улитка и закручиваю до конца и одеваю сверху у этой улитки резинку все улитка готова сверху я еще подсыпала земли и утрамбовала сейчас сверху грунт еще смочу водой поместила ее в емкость которая подходит по диаметру и эту емкость поставила в поддон на дно которого насыпала вермикулит и надеваю пакет оставляю эту улитку на подоконнике на теплом до сходов когда лук взойдет поставлю под лампу и еще сегодня я посею черешковый сельдерей также в улитку только семена я буду сеять поверхностно для начала подготовлю улитку также беру подложку расстилаю на ней туалетную бумагу смачиваю водой затем насыпаю грунт скручиваю улитку также помещаю ее в емкость почву слегка утрамбовываю сверху проливаю водой и семена сельдерея выглядят вот таким образом они не крупные но и не сильно мелкие но семена сельдерея они пропитаны эфирными маслами и есть несколько способов их посева можно их замочить также сеять на снег но я буду использовать еще один метод я налила две емкости воды в одной у меня горячая вода в другой холодная и семена поместила вот в такую тряпочку сворачиваю тряпочку в мешочек и попеременно опускаю сначала в горячую воду чтобы нам растворить вот эти эфирные масла которые мешают семенам прорасти и примерно на 5 секунд опускаю то в холодную то в горячую воду и так 5-6 раз затем тряпочку отжимаю от лишней влаги расстилаю ее на подоконнике и даю семенам просохнуть семена у меня высохли на грунт я еще насыпала немного вермикулита но как-то он мне по качеству не понравился мне муж покупал не посмотрел и он очень крупный поэтому не стала сыпать много и сейчас рассыпаю семена просто таким вот образом как присаливаю землю семена сельдерея высевают поверхностно не присыпая землей и всходят они на свету распределяю семена равномерно по всей поверхности можно было конечно насыпать снег и по снегу посеять но я в таком состоянии что на улицу идти не хочется да и вокруг у нас не очень-то экологичный снег так как вокруг дома со всех сторон парковки поэтому выбрала вот этот метод надеюсь что все получится у меня рассыпала семена сейчас немного кончиками пальцев вдавлю его в грунт чтобы они сцепились землей и пролью еще раз водой хорошенько чтобы смочить семена и грунт сверху также надеваю полиэтиленовый пакет и эту улитку уже ставлю на стеллаж под фитолампу ну вот первые посевы сегодня сделали посевное открыли сейчас главное чтоб все росло хорошо развивалась и в будущем дала урожай в этом году я решила не торопиться с посевами следующее это у меня по плану посев перцев томатов и петуни ну вот и все на этом пишите что вы посеяли что планируете сеять в ближайшее время но я с вами не прощаюсь до новых встреч пока пока